всем привет с вами снова александр абрамян и добро пожаловать на мой youtube канал тема сегодняшнего выпуска будут свадебные выставки и мастер-классы для молодоженов мы как подрядчики участвуем в этих мероприятиях и давайте подумаем и обсудим для чего они нужны как к ним готовиться и есть ли смысл вообще участвовать в этих мероприятиях на сегодняшний день есть два самых распространенных формата это свадебная выставка в формате экспо либо как я уже говорил мастер-класс для молодых в чем отличие допустим если вы идете спикером на мастер-класс для молодоженов там у вас есть время как правило это длительное время там может быть 10 15 минут где-то 20 минут где вам дают микрофон и вы рассказываете о том что вы думаете ну какая то тема у вас есть там самое распространенное для фотографа это красивое утро невесты там как сделать тайминг как правильно выбрать фотографа и так далее то есть здесь вы являетесь спикером и учите людей чему-то ну то есть делитесь своим опытом и советуете это первый вариант там меньше дается пространство для того чтобы вы разложили свой свой продукт и так далее то есть основной контакт идет либо в зале во время тусовки когда есть перерывы либо где вас слушают со сцены вариант 2 вариант формата экспо когда наоборот у вас есть площадь которую вам выделили на ней стоит либо ваш стенд либо стол без разницы то есть место где вы можете общаться с людьми которые там постоянно циркулируют и показывать свою продукцию рассказывать то есть лично общаться с людьми с вашими целевых с вашей целевой аудитории с потенциальными клиентами в этом формате вам меньше времени будет выделено с микрофоном либо и от такой возможности вообще не будет то есть буквально там три минуты вы можете выйти и сказать что вы кто вы тут не надо будет никого учить то есть здесь вы просто показываете себя итак мы определились что есть два формата мероприятий это экспо и мастер-классы что подходит конкретно для вас и в каких стоит участвовать давайте попробуем выяснить и порассуждать во всяком случае как я подхожу к этому вопросу при выборе перво-наперво смотрите на площадку где будет проводиться мероприятие это должно быть хорошо известное место которое идеально подходит для свадьбы второе это сами организаторы люди которые будут организовывать это мероприятие и люди ответственные за поиск целевой аудитории то есть соответственно молодых пар которые придут на это мероприятие это должны быть проверенные люди и обязательно профессионалы также немаловажный пункт на который стоит обратить внимание подрядчики то есть ваши коллеги с которыми вы будете выставляться ну для меня лично чем круче подрядчики выставляются вот мне в ту сторону надо идти объясню почему у каждого есть свой ценник у каждого есть свое качество то есть здраво посмотрите на свое качество на свой ценник и посмотрите на подрядчиков которые будут выставляться с вами то есть если вы где-то на одном уровне то это хорошо как бы это неплохо но если вы прям сильно проседаете и понимаете что мимо вашего стенда будут просто мимо проходить потому что вы на фоне выглядите очень слабым то соответственно наверное не стоит посещать эту выставку но я это все рассматриваю со стороны конверсии чтобы каждое мероприятие приносило вам каких-то клиентов чтобы вы подходили к этому адекватно и с головой следующий момент обратите внимание можете поговорить с подрядчиками с организаторами самими каким образом будет происходить реклама мероприятия на которое собственно говоря вы собираетесь идти это немаловажный момент потому что если вы участвуете в платной выставке для вас вообще очень критично чтобы там была именно ваша целевая аудитория и людей было достаточном количестве чтобы вы смогли и засветиться и подписать там договора как-то проявить себя потому что если вы придете на крутое мероприятие где не будет никого будут очень клевые подрядчики людей не будет но это как бы деньги впустую вы потратили это собственно говоря как подобрать мероприятие для себя но в любом случае куда бы вы не заявлялись вы должны быть готовы самостоятельно то есть вы не должны упасть в грязь лицом у вас должен быть стенд если это в формате экспо это же совет ну не надо там край из крайности в крайность как бы строить себе стенды за 50 за 100 тысяч не стоит но это должно быть достойно в этот стенд это ваше лицо вы себя представляете нужно сделать все таким образом чтобы люди останавливались и заинтересованы с вами общались то есть подготовить весь свой пост материала визитки флаера это вот вообще даже не обсуждается это самое элементарное самое простое ваше фирменное оформление которое вы можете сразу показать это тоже обязательно нужно если его нет вы будете проигрывать во всяком случае среди фотографов сейчас у всех есть хорошее оформление фотокниги это как раз таки продукт который продается только тогда когда я на него посмотрят вживую просто рассказать какая фотокнига классная вещь и продать ее у вас не получится уверяю но если получится то вам вообще ничего этой жизни надо вы клёвый продажник вы можете продавать вообще все включая воздух стенд на него скупиться тоже не стоит это основа то что будет вас представлять и естественно ваш внешний вид ну вы должны выглядеть опрятно красиво и подготовлено для того чтобы вас заметили если это еще сказал про формат экспо если формат мастер-классов и вы спикер у вас должна быть идеальная речь и интересный материал потому что если вы будете рассказывать какую-то тему которую уже все знают и там все фотографы рассказали уже уже невесты могут по этой теме консультировать вас никто не будет слушать это никому не нужно то есть здесь нужна хорошая интересная тема и просто идеально выстроенная речь то есть вы прям во время мастер-класса когда вы спикер вы должны прям конкурировать с ведущим тогда вас запомнят тогда вас заметят потому что я видел очень много классных фотографов которые заикаются не могут связать свои слова и это выглядит ну прям совсем не презентабельно хотя работы у них крутые реально ребята очень клёвые но в микрофон говорить не могут и понятно это сложно это аудитория волнение микрофон мы не ведущие мы как бы не привыкли к такому общению на это тоже стоит обратить внимание еще один момент который стоит обсудить вообще зачем ходить на эти мероприятия нужны ли они какая конверсия если от них смысл если вы правильно подобрали мероприятие для себя если вы подготовились к нему качественные хорошо у вас достойный продукт то естественно есть смысл идти потому что там реально пары которые ищут себе подрядчиков это первый момент но он самый простой собственно говоря гадалки не ходи понятно зачем мы туда идем потому что там есть целевая аудитория момент номер два это знакомство с коллегами с новыми новые знакомства и как бы напомнить о себе старым знакомством напомнить о себе старым знакомым вот мы фотографы то же самое касается видеооператоров ребята стараются делают стенды особенно это оформители артисты то есть все выступают все показывают себя максимально красиво мы можем это все красиво отснять и после выслать ребятам ну подрядчикам во первых это вам идет в плюс только в плюс как бы вы фотографируете это прокачиваете себя любая съемка вас должна прокачивать второе приятно ребятам ну то есть подрядчикам вашим коллегам вы во первых и напомнили о себе и сделали вот такой вот приятный бонус потому что во время свадьбы все ровно не всегда там оформление получается отснять так как вам хочется здесь у вас весь день впереди делаете что хотите несите оборудование сколько хотите то есть вам тут по большому счету никто мешать не будет опять же выбирайте мероприятия по уровню такие что участие в этом мероприятии было бы престижным то есть не так что все кто хочет все туда попали без разницы что там у тебя с качеством с ценником с опытом вообще добро пожаловать всем нет это плохо это не для имиджа точно старайтесь попасть туда куда попасть сложно где собираются по-настоящему вот профессионалы и так подводя итог что можно сказать два формата у каждого свой плюс у каждого свой минус то есть по мастер-классам вы готовитесь как спикер по экспо вы готовитесь самостоятельно в плане вы делаете стенд готовите свой материал и так далее как выбрать для себя я тоже поделился и еще мне хочется поделиться личным опытом рассказать немного о выставке которую посетили мы и как мы к ней готовились мы участвовали в выставке которая проходила во брау дюрсо это центр винного туризма это офигенная площадка для проведения свадеб то есть там есть места для фотосессий там есть банкетные залы там есть место для выездной регистрации это я говорю для того чтобы вы понимали почему именно там то есть это офигенная площадка для проведения свадьбы по организации там тоже все очень сильно и круто по подрядчикам которые там участвовали это тоже профессионалы то есть это ребята которые знают что делают такой формат выставки вот как раз таки такой формат выставки будет полезен вам и для имиджа и для клиентов и чтобы вообще увидеться познакомиться с подрядчиками напомнить о себе и завести новые знакомства это на мой взгляд идеальный вариант давайте я вам покажу это будет проще мы подготовили стенд мы использовали натуральные материалы то есть это дерево ткани и лампы эдисона эта тема модная сейчас но она еще будет некоторое время модная она простая и недорогая что самое главное выглядит отлично и передает как раз таки ту атмосферу то то настроение которое мы выдаем клиенту и тот настрой в котором мы работаем на свадьбе я рассказал за свой стенд на него посмотрели теперь я вам покажу что было вообще в общем и целом на свадебном воркшопе он длился два дня находился в двух залах всего специалистов свадебной индустрии было заявлено 51 то есть 51 подрядчик которым поможет сделать свадьбу гостей было достаточно много и они курсировали то есть одни приходили другие уходили приходили снова новые и вот этот вот круговорот был постоянным была подготовлена конкурсная программа с 11 до 6 вечера два дня выступали артисты выступали спикеры то есть все было очень все было на очень высоком уровне для нас выставка прошла очень продуктивно мы познакомились с новыми интересными людьми посмотрели на свадебную индустрию со стороны она нереально раздулась улучшилась и ребята стали и круче и их стало больше то есть в этом плане тоже как бы развитие должно быть вы должны развиваться смотреть как меняется свадебная индустрия мы помимо новых друзей как бы встретились со старыми друзьями пообщались с клиентами ответили на их вопросы то есть в общем и целом выставка удалась именно в таких выставках стоит участвовать прям нужно давайте заканчивать на сегодня все предыдущие ролики можно посмотреть по ссылке в описании либо я их размещу вот здесь подписывайтесь ставьте лайк и рассказывайте друзьям о моем канале спасибо всем пока чуть не забыл делитесь своим опытом и мнением как вы участвовали выставках какие были плюсы какие минусы и вообще что как происходит в других городах очень интересно оставляйте в комментариях свои вопросы если таковые есть еще раз всем пока